Черноморские курорты нашего края Уже при въезде на территорию города нас встречают бескрайние виноградники Анапский район обладает благоприятными почвенно-климатическими ресурсами для выращивания винограда Неудивительно, что окрестности города заняты обширными плантациями На этой земле растет один из лучших в России виноградов Он отличается тонким вкусом и ароматом К тому же используется и как эффективное лечебное средство Но стоит признать, что туристы со всей России в первую очередь едут в Анапу за теплым морем Так что начнем именно с этого А к теме винограда мы еще обязательно вернемся Скажу честно, в Анапе я впервые И разумеется, мы сразу подъехали ближе к берегу Сейчас горы отпусков, а вырваться, отдохнуть все времени не было Вот так вот пролетает день, два, три недели, месяцы Уже полгода прошло, по крайней мере за плечами два летних месяца А я только задумалась, что в этом году ни разу не была на море Хотя и живу не так уж и далеко от него И поэтому, пользуясь случаем, проверим, холодное ли сейчас Черное море На песчаном пляже я, наверное, не была лет десять Кстати, это очень удобно, не то что галька Море отлично Окунуться в Черное море, позагорать на песке И просто насладиться климатом В Анапу едут со всей России Мы из города Мурманск Откуда приехали? С Санкт-Петербурга С Ростова-на-Дону Ну вы здесь живете, вы сказали, да? И живете, и отдыхаете? Да, и живу, и отдыхаю, да Туристы вам не надоели? Не, я сама уезжаю, сама как турист Отдыхающих здесь действительно много Только за прошедшие два месяца в Анапе побывало 2 миллиона человек Действительно, Анапа показывает довольно позитивную динамику И несмотря на все логистические сложности Мы были удивлены, но тем не менее Уже за прошедшие два летних месяца Город-курорт Анапа посетила 2 миллиона туристов Это хоть чуть-чуть, буквально на 1%, но больше, чем в прошлом году Мы смотрим с уверенностью в будущее Действительно, в августе месяце приходится традиционно пик нашего сезона Ну и исходя из той позитивной динамики, которую мы уже увидели за прошедший период лета Рассчитываем, что и в августе, и самое главное в бархатный сезон Когда приезжают те самые туристы, которые больше всего любят и ценят Анапу Чуть-чуть более спокойную, чуть-чуть более тихую, уютную И уже самое главное не такую жаркую Все-таки будем иметь такую же позитивную динамику И свои традиционные 4,5, почти 5 миллионов туристов ежегодных мы все-таки получим И из года в год сюда снова возвращаются за чистым и теплым морем Отдыхаете вообще на море или только работаете? Нет, я отдыхаю еще Как вам море в Анапе? Море чистое, это правда, ребята В Анапе вообще часто отдыхаете или впервые? Да, часто Как вам отдых в Анапе? Хорошо, понравилось А море сейчас какое, нравится? Да, чистое Реально чисто, прямо сверкает Но лучше, чем где-нибудь там в Турции или за границей Мне кажется, ребята, если отдыхают только у нас в Анапе Мы любим Анапу, нам нравится море Вообще все классно Любим Анапу, ездим только сюда Классный город, очень чистый Первый раз здесь, нам нравится Ограничивать себя только пляжным отдыхом не стоит В самом городе есть интересные места Например, анапские достопримечательности Им стоит уделить отдельное внимание Недалеко от центрального пляжа Находится довольно-таки провокационная Но очень интересная достопримечательность Памятник отдыхающему Главному герою любого курортного города Его установили в 2008 году Длина памятника 8 метров И, кстати, если верить интернету Отдыхающие присвоили ему другое наименование Боярский на отдыхе Видимо, шляпой навеяло Хорошо все-таки в Анапе И даже скульптурам И вообще, белая шляпа считается символом города-курорта Пусть и неофициальным Отдельный памятник незаменимому атрибуту Практически каждого курортника Установлен в парке 30-летия Победы Ну, конечно, чтобы обойти все достопримечательности города И одного отпуска не хватит А интересное еще впереди Северо-западное побережье Черного моря Здесь, вдали от шумных курортов Есть особая территория Бесконечные пляжи, лесной массив Крутые скалы и прозрачная бирюзовая вода Десятки видов животных, занесенных в Красную книгу Природный заповедник Утриш С его потрясающими видами Климат заказника близок к Средиземноморскому Поэтому его экосистема уникальна На площади более 5000 гектаров Расположены редкие виды растений и животных Заповедник имеет статус Ключевой орнитологической территории России Это место обитания черепахи Никольского В заказнике самая крупная популяция На северном побережье Черного моря От двух до шести тысяч особей Встретить их можно как на морском берегу Так и на вершинах самых высоких гор заповедника Отличительный признак черепахи Никольского Наличие пяти когтей на передних лапах А не четырех, как у близких видов Под натиском цивилизации Популяция черепахи Никольского Стремительно сокращается Но надежда есть Вдали от городской суеты Эти древние животные Обрели шанс на долгую жизнь Среди нетронутых лесов В тенистых ущельях И на солнечном побережье Заповедника Утриш Это не просто живописное место Оно биологически уникально Те, кто выбирает отдых в Анапе Обязательно должны это увидеть Или, например, кипарисовое озеро В поселке Суко Необыкновенный пруд С чистейшей водой бирюзового цвета В северной части которого Прямо в воде растут кипарисы Это лишь малая часть того С чем стоит ознакомиться Приезжая в Анапу Здесь появляются и новые Туристические объекты И прямо сейчас Вернемся к винограду Хорошие новости для любителей Неподалеку от заповедника Утриш Открылась винодельня Гравитационного типа Здесь в скором времени Уже начнут проводить экскурсии И, конечно, дегустации Винодельня располагается На территории в 100 гектаров Больше 30 из них Занимают только виноградники А что внутри И почему она называется Гравитационная Сейчас узнаем Ну, как минимум Она притягивает своей красотой Участок расположен Вдоль Черного моря На высоте от 150 до 250 метров Близость моря Долго сохраняющего тепло Обеспечивает Плавную смену сезонов На винограднике С остальных сторон Его окружают Реликтовые леса Виноград выращивают На плато В ущельях И на холмах Здесь представлены Три белых сорта Рислинг Савиньон блан Шардоне И пять красных Пино-нуар Мерло Каберне-савиньон Каберне-фран И один автохтонный сорт Кстати, все собирается Исключительно вручную Проект «Винодельный» начался Еще в 2011 году Когда были заложены Первые гектары виноградников А затем началось Проектирование завода И его строительство В 2020 году Завод был запущен Но это был именно Технический запуск То есть было готово Производство Смонтировано Технологическое оборудование И мы В августе месяце Приняли первый виноград Соответственно С этого момента Началась наша Производственная деятельность Теперь наше вино Уже готово Чтобы найти Своего покупателя Ну и я надеюсь Что оно будет По достоинству оценено Винодельня оказывает Поддержку Природному заповеднику Утриш Который находится Как говорилось ранее В непосредственной Близости от нее А также на этикетках Вин, произведенных здесь Изображены животные И птицы Обитающие в заказнике У нас с винодельней Подписано соглашение Совместное О взаимной помощи В них есть отдел Специальный туристический Который совместно С нашим туристическим отделом Будет вводить там экскурсии Предоставляет нам Финансовую помощь Ну в виде подарков На последний раз Вот недавно совсем Было событие Они подарили нам Четыре фотоловушки Для изучения Животного мира Здание спроектировал Российский архитектор Александр Балабин Это пятый вариант проекта По словам архитектора Заказчику нужна была Сильная архитектура Предлагалось четыре варианта Традиционный тосканский Немецкий В стиле баунхауса Швейцарский Технологичный И североитальянский А пятый Самый радикальный Александр Балабин Нарисовал для себя Его и выбрали Когда к нам обратились С запросом На проектирование Этого объекта Ну не могу сказать Что у нас был большой опыт Проектирования виноделин Потому что их на тот момент В общем не так уж много И было в самой России Одно дело Это здание Как машина Которая работает Да То есть здание Функциональное назначение Объектов В первую очередь Это быть полезным А с точки зрения Архитектуры Архитектурный стиль Это как язык Если вы владеете языком Вы можете рассказать Любую историю На этом языке И одна и та же история Может быть рассказана На итальянском На французском На украинском На русском На каком хотите Первой была идея Это Тоскана Потом мы думали Был вариант Такой как бы Квадратиш практиш гуд Вот были разные варианты А вот этот вариант Это было мое личное впечатление Вот от этого окружения Которое вот здесь было Потому что я приехал Смотреть участок Да От холмов От той задачи От того что вино Это Такая как бы Квинтэссенция Тяжелого физического труда Виноградарей Виноделов Которое потом переходит Из практической области В область чувственного В область Ощущений человеческих Сочетание брутального И чувственного Это четкое описание Архитектуры здания Техническая часть Бетонная брутальная основа А сверху Где дегустационный зал Бионическая форма Напоминающая гальку Со срезанным краем И панорамными окнами Которые позволяют Наслаждаться тонкой Чувственной природой Южного города Кстати Все материалы Из которых выполнен объект Натуральны И оставлены В своем первозданном виде В этом Самый главный смысл Мы делаем такую же Честную вещь Как и вино Которое Здесь вырастили Здесь его Здесь виноград вырос Здесь делали вино И получилось то Что мы можем потом Ощущать в своих бокалах В зависимости от погоды В зависимости от погоды И времени суток Здание даже меняет свой цвет Это еще одна особенность Винодельни Бетон бывает на солнце Буквально белым А в какую-нибудь Пасмурную погоду Он такой Глубокий серый Охристый цвет имеет Как тот камень Из которого Горы окружающие нас Окружены И галька Ровно таким же образом Она бывает темно-серой Бывает ослепительно белой А в закатных лучах солнца Все становится таким Ну невообразимо Розово-персиковым просто Надеемся, что мы застанем Я очень вам рекомендую Потому что в действительности Ночью, когда здание Здесь нет никакой Специальной архитектурной подсветки Но Того естественного освещения Которое здание Более чем достаточно Для того, чтобы оно Ну вот ночью Это совсем другой объект Он совершенно по-другому Архитектурой читается Когда вокруг звезды Черное южное небо Фантастика Новая постройка Александра Балабина Уже достаточно известна И стала единственным Российским проектом Номинантом 12-й премии Здания года 2021 В категории Промышленная архитектура С одной стороны Хорошо, что нам повезло С погодой А с другой Конечно, хотелось бы увидеть Как выглядит винодельня В пасмурную погоду Ну, значит, будет еще один Повод вернуться И рассмотреть все еще раз А пока Мы отправляемся внутрь После ручного сбора Урожай попадает На линию переработки Которая пропускает его Через высокотехнологичный Оптический сортировщик Где ягоды Отбираются Специальной камерой Безошибочно Сортирующий Для премиальных вин Только виноград Заданного размера И цвета Далее Уже самые лучшие ягоды Поступают По транспортеру В дробилку И происходит Процесс Восвобождение Виноградного сусла И отсюда идет разделение На две технологии По белому И по красному вину Тут и важна Та самая гравитация Излишнее перетирание Мезги Может навредить Органолептике вина Для того, чтобы Начался следующий этап Виноградное сусло Пропускают через Специальный Гофрированный рукав Вместо того, чтобы Делать это через насосы Гравитация здесь очень важна Особенно для белых вин Потому что Если перекачивать Мезгу насосом То в насосе идет Активное смешение С кислородом Кислород окисляет сусло И белое сусло Может потемнеть мгновенно Для этого Кислород Исключается Для красного Тоже перетирание Мезги Перетирание Косточки Может быть Кубительным Именно поэтому Гравитация используется На этом этапе В том числе Проще говоря Суть гравитационного виноделия В том, чтобы материал От этапа к этапу Перемещался Без лишней Механической силы То есть Под действием Силы притяжения После сортировки И высвобождения Виноградного сусла Начинается процесс Настаивания И брожения Как для белого Так и для красного вина На территории винодельни Также находится И лаборатория Где проходят анализы По сахаристости Кислотности И контроль качества На каждом этапе производства Начиная с созревания винограда И заканчивая Розливом в бутылке Итак Мы с вами спустились На самый нижний уровень Винодельни И перепад высот Между пандусом И линией переработки Составляет 10 метров Несколько уровней Винодельни Выстроено В три уровня И соответственно С одного этапа Производства На другой Наш виноматериал Ну соответственно Сначала мезга Потом виноматериал Перетекает самотеком Под действием силы гравитации Ну а сейчас Мы попадем с вами Практически к алтарю Любой винодели Добро пожаловать В бочкохранилище В цех бочковой выдержки Бочки из французского дуба На площади чуть больше Тысячи квадратных метров Архитектура винодельни Вписана в холмистый ландшафт Таким образом Что бочковое хранилище Располагается прямо в скале Температура здесь Всегда поддерживается на уровне 15 градусов Также важна и влажность Если она начинает опускаться Срабатывают датчики Из которых поступает Мелкодисперсная вода И наконец Следующий этап Это розлив На полностью автоматической линии Далее вино проходит В бутылочную выдержку Или как говорят виноделы Отправляется на отдых То есть например В процессе брожения Появляется спирт После процесса брожения Спирт должен ассимилироваться Поэтому после брожения Вино отдыхает После оклейки Вино отдыхает Это также воздействие На эту систему Ну и конечно же Линия розлива Это тоже для вина Большой стресс Поэтому ему нужно отдохнуть Это все химия Это никакой философии Отдых здесь предполагает Именно химические процессы Происходящие внутри бутылки После розлива Последний этап Это оклейка Фирменными этикетками Акцизными марками И колпачками Уже полных бутылок На сегодняшний день Мы выпускаем линейку Из пяти вин Премиального уровня Это три белых вина И два красных Соответственно Савиньон Блан Рислинг Шардоне Каберне Фран Красный И купажное вино Красная книга Глава 2 На основе Мерло Мы планируем Все-таки Выпускать Серьезное вино И оно Скорее Не относится К категории Скажем так Молодежной линейки Хотя в планах Есть расширение Линейки наших вин И мы планируем Скажем так Открывать для себя Новую Потенциальную Целевую аудиторию Такой этап Проходит вино Прежде чем попадает На магазинные полки И конечно Рестораны В конце июля Новая винодельня В Анапе Официально Открыла свои двери И уже сейчас На ее территории Работает винотека Где можно приобрести Все вина По ценам производителя Конечно Для региона Важнейшая Задача сегодня Это развитие виноделия Винограторства Сегодня мы видим Как семимильными шагами Идут закладки Виноградников Новых Новыми сортами Даже автоктомными Сортами Теми сортами Которые Пробовали еще Наши Предки Мы возрождаем Это И конечно Это очень важно Для всего нашего Краснодарского края Конечно же Для нашей Анапы Виноградовство Виноделие Это уже Андрей Николаевич Подчеркнул Это очень серьезная Отрасль Которую мы сегодня Вместе развиваем И в Анапе И на всем Юго-Западе Нашего Краснодарского края И в Крымске И в Геленджике И в Новороссийске И в Тиморюке В дальнейшем Винодельня Как новый объект Энна Туризма Предложит посетителям Два экскурсионных тура Тур Гравитация Включающий в себя Обзор всех уровней Гравитационной винодельни Знакомство с историей Компании И ее философией Особенностями Теруара И производством вина Также дегустацию И второй тур Это программа Экскурсия По винодельне Дополненная Наблюдением За звездами Необычная Ночная экскурсия По гравитационной винодельне Обещает завершиться Там, где гравитации Нет В космосе Второй тур Он эксклюзивный Таких туров Мы знаем Точно нет На других винодельнях Он называется Виной звезды Мы закупили Специальный телескоп Который покажет вам Объекты далекого космоса И в рамках этого тура Наши гости Смогут продегустировать Вина Наблюдая за звездами Или смотреть за качественной картинкой Луны Далеких планет И целых вселенных Все это происходит Прямо здесь На балконе Мы устанавливаем телескоп И гости за бокалом вина Слушают замечательного лектора Очень интересного Руслана Ильницкого Упор на экологичность И единение с природой Это главные принципы Экосистемный подход Как важнейшее условие Сохранения уникального терруара И прямая поддержка заповедника Аутриш Красивые виды Которые открываются с балкона здания Бескрайние поля виноградников И благородный вкус вина Как тут избежать силы притяжения Теперь у туристов нашего края Появилась возможность Выплотаться не только прекрасными видами Но и, конечно, прекрасным вкусом Кубанского вина И вообще Анапа Это и море И, конечно, живая Красивая природа Рассказывать об отдыхе В нашем крае Можно бесконечно Но, как говорится Лучше один раз увидеть Чем сто раз услышать Аника Мелик Алексей Попов Любовь Еркина Телекомпания Краснодар Редактор субтитров А.Семкин